Здравствуйте, друзья! Мы снова на том же месте. Место особенное. Какое-то особенное. Когда-то 40 лет назад. Почти 40 лет назад. Осенью будет 40. Это значит, что я оказавшись здесь. Причем меня тащила какая-то судьба. Представь себе такую картину. Я в Саиногорске. Сотни дач уже тогда продавалось. Везде было написано «Поздносящий сад». Садоводство развивалось бешенными темпами. Именно здесь. Больше такого не было нигде на всей стране. Люди сошли с ума. Просто сошли с ума. В хорошем смысле. Вот. И тем не менее. Моторная лодка за 30 копеек переправляла на этот берег. Вот. На правый берег с левого. Там на левом берегу Хакасия. А здесь Шушенский район Костровского края. Где мы сейчас находимся. Вот. Вот они сей. Вот протока. Вот. Я оттуда пришел пешком. Километра 3,5-4. От места переправы. Садоводство ниже. По течению. Пришел пешком. Шел по деревне. Мне сказали, тут продается дом. Вот. Я подошел к берегу. И меня пробрала такая дрожь. Невероятно. Это. Вот. Меня как будто током пробило и долго не отпускало. Именно в этом месте. Вот. Я это запомнил. Пошли годы. Вот. И сейчас. Мне удивительно, когда человек пишет. Вот. Вот те фильмы, что вы снимаете на участке у себя. Ну, у меня там три участка. Вот. Они, конечно, полезные, но скучные. Скучные. То есть. Ну, что подразумевается. Я не умею рассказывать. А вот здесь, на берегу, они очень интересные получаются. А я не вижу разницы. Я ведь практически об одном и том же говорю. Вот. Ну, вот сегодня у нас Пасха. Я долго решался. Сегодня, сейчас скажу. 16 апреля. Я долго решался, ехать или не ехать. Вот. Против что? Ну, вот надо радоваться. Больше ничего не заделать. Я же успел подарки с утра раздать. Потому что для меня слова одного из пастырей, я слушал по телевидению, религиозные есть каналы, что обязательно заделать подарки. Я их делаю всегда. Практически каждый день. Вот. Трачу на это практически все, что я заработал. Зарабатываю немало. А тут особый день. Работать нельзя. А я не могу без работы. Не могу. У меня ломка началась уже утром. Вот. Просто ломка. Настоящая ломка. Я себя пытаюсь уговорить. Константинович. Ну, не может быть. Никто, наверное, не слышал от самого Бога. Вот в этот день, именно в этот день, когда воскрес Христос, работать нельзя. Почему нельзя работать и радоваться? Мне это непонятно. Вот. Ну, понимаю так. По-своему все. Опыт. Синяки, шишки. Вот. Разрубленное колено топором. Когда это было? Благовесенье. Березу рубил. С тех пор не только в благовесенье не рубил березы. Вообще не рублю деревья. Вообще. Вот так. Понимали, задумайте. Месяц болела нога. Дикая боль. Месяц. Почти месяц. А вот. Ну, что, о чем я могу сегодня говорить? Чтобы хотя бы польза была, чтобы не сказали. Константинович, выключили, хотели слышать пару полезных советов, а ты ничего полезного не сказал. Ну, давайте начнем с того, что выпал снег. Снег хороший, глубокий. Вот. Ночью было минус 8. Это в городе. Здесь не знаю, я только подъехал. Сейчас у меня по Москве 5 утра. 9 по местному. Вот. В городе ночью было минус 9. Теперь, значит, что дальше? Обычно в это время по всей России уже снега нет и начинается глупая, совершенно глупая, ненужная каторжная работа. Правильно. Вся Россия сейчас возьмет грабли. Ну, у нас снег помешал. Ничего, снег через неделю-полторы растает. И люди, и у нас, сайногорцы, самые работяги, которые вырастили лучшие сады в России, которых даже не снились научно-светским институтом. Вот. С тех пор и до сих пор, когда появились средства массовой информации, вот, и придумали десятки абсолютно ненужных, глупых, опасных смертельных приемов. Ими забито сейчас, а потом появился интернет. Самое страшное было с самого начала. Это, это была коммерциализация этих самых роликов. Лайки, просмотры, лайки, и люди деньги начали зарабатывать. Похватились. А как надо заработать? Какой-нибудь настоящий, этот самый, не буду переходить на личности. Вот. Берет, выкапывает яму. Вот. Сам его слова. До воды 78 сантиметров. Это Ленинградская область. 70-80. И теперь он начинает защищаться от воды. Вот. Он набивает туда, значит, почти все забыл, но запомнил, что килограмм 10-20 железных этих, как это называется, Ну, листы и листы, короче, железо, ржавые куски. Вот. Обязательно, что вы, шифер, шифер, куски шифера. Как без него? Невозможно себе представить. Вы представляете, защитился от воды. Я смотрю, думаю, вода всегда падала с неба. И теперь, когда... Ну, дальше понятно, еще много чего. Я почти все забыл. Я просто высмеял его. Заработал смертельного врага. Но он, правда, первый начал. Вот. Меня бывает, это самое, проклинать. Вот. Ну, берет, покупает саженцы. Мажет их клеем, чтобы они сдохли. Вот. А потом говорит, что же это такое? Почему у меня подохло? Вот. Ну, и получается следующее, значит. Когда перекрывает вот эту вот... А до воды всего-то чуть больше полметра. Когда человек перекрывает это все и думает, что туда вода теперь не пройдет. Она-то падает с неба. И получается гнилостная ловушка. Теперь наоборот. Она бы так ушла бы хотя бы на эти 70-80 сантиметров. А так она теперь полностью получился своеобразный бочонок. Ну, яма, которая перекрыта этим самым, вот, которая называется дренажом. И теперь дерево еще быстрее сгниет. Вот это и есть наша норма. Причем запретить ему невозможно. И через каждое это ставьте лайки. Он умоляет, ставьте лайки, ставьте лайки. Ему нужно, чтобы тысячи людей повторили этот гнилостный опыт по уничтожению деревьев. И это занялось тысячи, тысячи, тысячи людей. Муравьи смертельные враги, страшные. Им такой создали символ. Вот вы знаете, муравей в саду. И вот этот главный трудяга, умница. Вот. Цивилизация муравьев старше нашей, умнее нашей. Я про это буду рассказывать, рассказывать. Вот. Но для того, чтобы заработать эти серебряники, надо было сделать их дикими врагами. Это же так удобно. Потому что за этим идут яды и реклама ядов. Яды, реклама ядов. Вот это действительность. И что будет через неделю, друзья, сказать? Через неделю, это здесь, через две. Ну, вот как-то выдох снег растает. Вот. Через несколько дней потихонечку перейдет на плюс. И начнется самая трудолюбивая работа. Вот представьте себе, у человека несколько соток, допустим, сад. Это может быть 10 деревьев, 20, 30. Выгрести оттуда все, что попадает под зубья грабы. Вот. Это значит все плодородие уничтожить. Убрать то, что косили, может быть, траву. Гнилая трава будет выгреблена. Самое ценное, что есть на свете, это часть дерева. Упали листья. Это все равно часть дерева. Все равно часть дерева. Все равно часть дерева. Упавшие листья. И они вернутся в дерево, пройдя все трансформации. Как положено. Потому что листья – это кормежка грибов. Это кормежка червей. Это микориза. А дерево рассчитается этим, когда наестся, наестся всего этого. Она рассчитается глюкозой, которая по стволу будет циркулировать и вверх, в верхушке. И в наши плоды для нас. И накормит этой же глюкозой. Чтобы принять не было – сахаром. Вот прямо говорю – сахаром. Вот. Накормит всю подземную живность. И будут радоваться те же черви. Вот. И будут хорошо развиваться грибы. Вот. Вот это глупость предстоит. И финал этой глупости. Загоряться. Пусть с оглядкой. Потому что грозят, грозят, грозят эти штрафовать с оглядкой. Все-таки будут сжечь траву. Потому что для них эта трава, оказывается, для сада смертельна. Ах! В ней зимует столько всякой этой нечисти. Такой зловредной, такой зловещей, которая... Не дай бог оставь эту траву скошенную. И оставь, не дай бог, листья, осупавшие под деревом. И все, оттуда вылезут монстры. Они полезут на дерево. И они, залезя на дерево, уничтожат и дерево. И штамп. Потому что... Есть... Ой, нет, я сейчас... Для этого... Ребята, завтра вебинар. Понедельник вебинар. Я надеюсь, брат тоже согрешит. То есть он возьмет и этот фильм сегодня покажет по интернету. Но... Не верю, что мы сильные, уже большие грехи. Ладно, грешно, грешно. Может быть, не надо в этот день монтировать фильмы. Ну, может, отмолим. Может, простят в конце концов. Не самый большой грех. Посмотрим. Брату решать, не мне. Вот. И вот эти вот... Возьмут спичку и подожгут эти кучи. Их будет миллионы по стране. Вбито в голову так, что это надо уничтожить. Вот она куча полугнилой... Полусухой, полугнилой. То, что мы называем еще не компостом. А просто куча перегнившей травы и полуперегнившей... То, что за зиму не перегнило. И вот это все... Загорятся костры. А во многих местах весна засушливая. А вокруг Саяногорска уже горели. Степь горела. Тут горела. Там горела. И здесь горела. Ездили на кладбище. Кладбище далеко. Там напрямую, если кедра, ну, на 10. И везде пожарище. И уже говорят, что... Уже гасили их. Не просто нагорело. Уже и пожарные гасили это все. Вот. Только тронь... Только не дай спичку. А кругом дачи. А сколько дач сгорела, если брать за все годы из-за этого дебильного. Главное бы, если бы пользу принесло сжигание травы. Была бы действительно польза. Вот сожгли, и у нас сады, и у нас полно, у нас огромное количество урожая. Мы перестали закупать эти плоды, которых 40 раз за лето обрабатывали. 40 раз перестали закупать, у нас все есть. Нет у нас ни хрена, нету. Ой, в такой день я такими словами. Господи, прости меня. Прости, моя душа грешная. Вот. Я разволновался. Нет у нас, я поспокойнее постараюсь. Нет у нас ничего своего. Все заваленное, импортное, отравленное, невкусное. Вот. Персики есть невозможно. Сливы кислючие. Это сейчас прямо уже есть. Вот. Я уж не говорю про экзотику. Кстати, многие из них даже ни разу не пробовал, боюсь. Вот. Ну ладно, это отдельный разговор. И вот, значит, в миллионы костров сгорали целые дачные поселки. Сгорали села. Потому что сельчане тоже знают, что надо все это выгрести и уничтожить огнем. Села сгорали. Вот. Лес горел. Сколько раз горел лес. Совсем содержимым. Вот это глупейшая вещь. И чего нам не хватает. Ну пройдет Пасха. Повод погулять есть, выпить есть. Кому напиться есть. Пьют все. Плюс все выпивают. Включая первых руководителей страны. Ну встань кто-нибудь с трибуны. Скажи. Не потому мы запрещаем. Не только потому мы запрещаем сжечь вот эти вот сгребенную кучу опавшую листву. Вот. Не только потому, что пожары. А вы нас не слушаете. Вы тайком все равно сжигаете. И на всех пожарных инспекциях не напасешься с квитанциями о штрафе. Не напасешься. Все равно будут гореть поселки. Поймите. Я этот самый президент Академии науки. Или я этот самый зам... То есть как это называется-то. Первый заместитель, премьер-министр по сельскому хозяйству. Вот. Я, например, министр сельского хозяйства. Вот. Я просто призываю, свои по колокольне объясняю. Не только потому, что это опасно. И опять будут гореть целые поселки. Опять будут гореть степь, лес. Опять будут люди строить дома. Они сгорят. Останутся одни печки, эти трубы печные. Нет. Да потому что этого не надо делать. Это ошибка. Вы уничтожаете плодородие почвы. Вы сами, своими руками уничтожаете плодородие своих садов. Вот это надо услышать от первых лиц государства. А почему мы не услышим? Они этого не знают. Они, может, замечательные специалисты, чтобы стать министром, извините, тут надо иметь семь пядей во лбу. Восемь. Десять пядей во лбу надо иметь. Показать? Нет, не могу показать. Камеру не хочу трогать. Вот что надо. Вот что надо. А они не знают. А про это, что трава скошенная, что листва, это гниющая, это все это. Плоды, которые падают на землю, они принадлежат дереву, раз уж мы не смогли собрать. И ничего, что они червы, пусть гниют всю зиму. Все это чепуха. И то, что вы убрали, и это все сделаете, вы не освободили. Ведь тут же вся месяц, если она существует, она тут же соседи, тут же из леса. Все равно все равновесие восстановляется, даже не за считанные месяцы, что вы спасете, устроив костры с этим самым, якобы очистительные. Да за считанные дни все восстановится. Это то же самое, что как этот самый, дворецкий приказывает лорд. Закройте форточки. Я не собираюсь за свои деньги обогревать вселенную. Так и тут. Бесполезно это все. Это даже не один процент вы как бы поможете, даже этого процента не будет. Все будет в саду, тоже равновесие тут же восстановится. Ну почему? Ну не знает министра этого, не знает президента Академии Новых. Он тоже был специалистом определенной области. Он не может знать. Ну кто-то должен сказать, должен. Кто-то должен сказать, чтобы дошло до самого верху. Ошибка совершена. Это ошибка оборачиваться пожарами. Вот. В Озе Минусинске, не помню сколько, 5-10 лет назад пришел пожар с помощью курьерского поезда, говорят. Говорят, шел погонь. Остановить невозможно. Сгорело то ли 8, то ли 10 человек живьем. Даже не успев это, не успев выбежать из дома. Сгорели живьем. Бешеный пожар. Ну кто-то же его поджег. А не тот, кто понаслушался, что эти зловредные животные, насекомые уничтожают сад. И надо срочно все это сгрести и сжечь. И вот это понятие сжечь существует сегодня. Сейчас. Извините в такой день, но я считаю, что я делаю божеское дело. Я спасаю их, чтобы хотя бы нас мало. Меня вот этот фильм прослушает 300-500, если повезет тысяча человек. На всю страну. Распространяйте это. Не надо. Это глупая работа. Она не нужная. Вот. И обязательно ведь подожгут. Тихушку. А вдруг не оштрафуются. Все равно подожгут. Помогайте себе. Помогайте людям. Вот. А когда-то, чтобы когда-то, может в этом году, в следующем, вот через 10 лет. Но дойдет эта истина. Сегодня она принадлежит только мне. Потому что больше вы никогда, нигде, ну я не слышу, чтобы хоть один заступился за эти, за сады, которые нельзя трогать. Нельзя. Чтобы истина не принадлежала вот этим глупым телеведущим. Потом выгребаем всю листву, а потом берем виллу и начинаем протыкать землю, давая туда кислород. Я более идиотского в жизни не слышал. Вот опять грубое слово. Опять такой день. Ладно, давайте радоваться. Вот. Снег идет, снег идет. Ой, снег идет. Что же будет-то? Ну что будет? Это Сибирь. Меня пусть на риск не удивишь. До свидания, друзья. Я должен был это сказать. Вот. У меня душа болит. У меня просто болит душа. У меня просто болит душа. Субтитры создавал DimaTorzok